100 дней на посту в Рио губернатора. 25 СМИ из всех уголков Мурманской области и более 30 журналистов приняли участие в большой пресс-конференции главы региона Андрея Чибиса. Традиционно говорили о проблемах в здравоохранении, ЖКХ, мазутозависимости, перерасчетах в квитанциях за тепло и перспективах, к примеру, развитие региональной авиации. Когда и как Мурманской области удастся соскочить с мазутной иглы? Какой опыт альтернативных источников тепла уже опробирован в отдельных муниципалитетах области? И на ближайшую перспективу? Будут ли в регионе средства, чтобы закупить мазут на предстоящий отопительный сезон? Вопросы, которые сегодня задают журналисты во время пресс-конференции Андрею Чибису, касаются каждого жителя Заполярья. Сейчас нам нужны острые деньги на покупку мазута. И выделено нам 3 миллиарда рублей. Распоряжение, соответствующее правительством, принято. Соглашение с Минфином России подписано. Не про один, а про 3 миллиарда рублей, обращаю внимание. И буквально в ближайшие дни, это уже вопрос казначейских операций, эти денежные средства поступят в Мурманскую область. Проблемы сферы здравоохранения касаются не только дефицита специалистов, но и уровня их профессионализма. Имеет место быть халатное и даже грубое отношение отдельных врачей к пациентам. Как защитить людей от таких случаев, вынужденных искать помощи у представителей самой, казалось бы, гуманной профессии? У нас существует задача, чтобы врачи, хоть и молодые, но толковые, у нас появлялись, чтобы им было комфортно, чтобы они развивались, и чтобы они с душой неравнодушно относились к своим пациентам. К сожалению, отдельные случаи равнодушия не от молодых врачей, а в том числе от врачей уже с опытом, они тоже имеют место быть. На это есть в определенных больницах жалобы, и мы тоже с этой задачей сейчас разбираемся. На севере жить. Слова Андрея Чибиса, ставшие в последнее время установкой на реформирование всех сфер жизни региона. Хорошее образование, по словам в Рио губернатора, один из аспектов, способных удержать юных северян на малой родине. Вы знаете, что я остановил историю присоединения МГТУ к МАГУ, потому что считаю, что что-то к кому-то присоединять, причем теряя одновременно лицензии, аккредитации, и оставляя тех студентов, которые пришли учиться без возможности дальнейшего развития, неверно. Поэтому мы сейчас серьезно смотрим на тем, как все-таки сделать наше образование действительно качественным и сильным, как сохранить те традиции мореходки, которые есть. Это очень серьезный технический вуз. А вот туризму дают зеленый свет на развитие. В правительстве области считают это одним из способов не только спасти малые населенные пункты от исчезновения, но и путь к их устойчивому и самостоятельному экономическому развитию. Во-первых, у нас в ближайшее время заработает такой информационно-ресурсный центр, который будет вместе с туроператорами действующими структурировать маршруты, чтобы не каждый по отдельности, а чтобы была такая синергичность появлялась, и этого туриста, как я сказал, брали, везли, и желательно не те, кто там нелегально этим занимается, а легальные-легальные туроператоры. Это первое. Второе. Мы сейчас работаем над таким зонтичным брендом продвижения разных точек Мурманской области вовне. Третье. Мы договорились с Ростуризмом о том, что у нас активно будет Ростуризм являться таким, в том числе, агентом Мурманской области по продвижению туризма. Удовлетворить потребности в современном и качественном жилье для северян, обеспечить его доступность, по мнению Андрея Чибиса, сможет только масштабное строительство в Мурманской области. Учитывая природные особенности Кольского заполярья, дело сложное, хлопотное и дорогостоящее. Но глава региона уверен, это не только значительно снизит цены на квадратные метры на всей территории Кольского заполярья, но и завершит, наконец, вяло текущее переселение из ветхого и аварийного жилья. Наша задача сделать так, чтобы жилье здесь было доступно. Поэтому мы здесь сконцентрируем земельные участки, мы здесь сконцентрируем в том числе бюджетный спрос. Это и расселение аварийного жилищного фонда, это и поддержка бюджетников. Мы создадим такой областной фонд содействия жилищного строительства для того, чтобы запустить стройку здесь, именно жилищное строительство, чтобы люди имели возможность покупать, получать доступное по цене жилье. Как будут решаться проблемы внутренней логистики и какие перспективы развития получит межрегиональная сеть авиамаршрутов, минуя Москву? Какие изменения с этой целью ждут воздушные гавани Заполярья? У нас два объекта, это аэропорт Хибины и аэропорт Мурманск, которые будут, безусловно, модернизации. О чем мы договорились сейчас? Первое, и там, и там будут построены новые терминалы. И сейчас уже по Мурманску в высокой стадии готовности проектная документация, а в Хибинах этим занимаются. Второе, в этом году, с одной стороны, началась история с благоустройством, и мы, кстати, там внимательно за этим следим, и правили проект. А второе, начнутся в ближайшее время работы по модернизации самой взлетно-посадочной полосы. Говорили и о неравенстве в заработных платах северян, об историческом принципе распределения квот на вылов рыбы, о народной экономической стратегии, где вносить свои предложения смогут сами жители Мурманской области. Словом, в основном разговор касался планов, которые еще предстоит воплотить в жизнь.